На рынках и продуктовых магазинах в несколько раз подскочили цены на имбирь. Такая ситуация во многих городах России. На одном из рынков Тюмени имбирь стоит 3200 рублей за килограмм. Еще недавно за него просили в 4 раза меньше. Эксперты отмечают, что небольшой рост стоимости связан с повышением курсов доллара и евро. Но вот резкий скачок можно объяснить реакцией на фейки о том, что корень лечит коронавирус. По словам тюменских маркетологов, накрутка не зависит от местных продавцов. Товар не был настолько востребованным, а сейчас, на сегодняшний день, стоимость колоссальная. Закуп у имбиря вырос в 4 раза, поэтому предприниматели отказываются закупать по такой стоимости. В одной или в двух точках только представлен этот товар. Спекулянты уже не раз пытались нажиться на коронавирусной панике за три последних месяца. Россиянам предлагали по завышенным ценам и заговоренный чеснок, и волшебные маски. В условиях непростой эпидситуации врачи призывают не верить сомнительным торговцам. При этом повышать иммунитет действительно стоит. Способов очень много, в том числе недорогих и доступных. Кстати, за распространение фейков о коронавирусе грозит до пяти лет тюрьмы. Госдума сегодня приняла особые поправки в уголовный кодекс, в частности, к законопроекту об ужесточении ответственности за нарушение карантина и за умышленное распространение ложной информации. Так, в случаях тяжких последствий нарушителю грозит штраф до двух миллионов рублей, исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы до пяти лет. Если несоблюдение санитарных правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, то это грозит лишением свободы до семи лет. Субтитры создавал DimaTorzok